С Новым Годом, мальчишки и девчонки! А где мы проведем эти новогодние праздники? Ну, конечно же, на рыбалке. Правда, вот в костюме Дедушки Мороза, я боюсь, будет холодно, и поэтому мы снова в магазине Emica Fish, хозяин которого Алексей знает о том, как не замерзнуть на льду. Пошли. Алексей, честно говоря, вот замерз, пока стоял вот в этом Дедморозовском костюме. Покажите же, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть на льду. По погоде надо одеваться. Пойдемте? Пойдемте. Алексей, с чего мы начинаем? Что является первым слоем рыбака, который не замерзнет на льду? Самое главное – это подбор именно термобелья. Многие, к сожалению, путают, что от слова «термо» оно должно греть. Нет, термобелье должно максимально быстро отвести благо от тела. Ну и, соответственно, должно быть прилегающим к телу. Да, обязательно, как можно более прилегающим должно быть. Термобелье может быть более тонким, спортивным, скажем так, да, для более активного. Меньше-меньше. Да, люди есть разный порог холода, и, соответственно, ну, разное термобелье используется. Кто-то потоньше, кто-то потолще использует термобелье. То есть вот это самый, наверное, тонкий вариант, да, самый спортивный? Это не самый спортивный, но это, скажем так, более спортивный вариант. А то, что на мне сейчас? То, что на вас сейчас, это белье уже довольно для низких температур, для низкой активности можно его использовать, потому что здесь есть очень хороший микрофлиз, вот здесь используется, и он очень хорошо создает воздушную прослойку между телом и бельем самим. Смотрите, а жена-то у меня совсем мерзлявая. Я так понимаю, что вот это еще более теплый вариант. Это микрофлиз тоже, это на низкую температуру, но это чисто женские модели, то есть под женскую фигуру, именно сделанную для женщин. Следующим этапом мы надеваем флис. Флис. Тоже очень важный. Это самое важное, наверное, в одежде. Ну, давайте я попробую его надеть. Хорошо. Алексей, флис. Его задача и назначение. Флисовая одежда, флисовые костюмы, они все из искусственных материалов, то есть это искусственный материал. Большое преимущество флиса, его еще называют искусственным мехом. Он очень хорошо отводит влагу, очень хорошо отводит влагу, и при этом он очень хорошо греет. Даже флис будет влажным, он будет все равно теплый. Флис бывает по плотности, разным по плотности, соответственно, разные по температурам. То есть более тонкий флис может быть на вас, как на вас, да? Либо более толстый флис. Здесь уже чувствуется, да, что он более толстый флис. А здесь еще что-то, кроме флиса? Это дополнительная вставка для того, чтобы было костюрание, стойкое костюрание было. И все. Это обязательно второй слой. Третий мы можем использовать как поддевку, дополнительную термоподдевку. Это вот в виде жилеток, тоже обязательно с искусственными наполнителями. Вот такого типа, да? Как жилеточку. Ну, это вам, наверное, будет маленькая. Честно говоря, мне и так уже. Если человек планирует провести 10 часов на льду, наверное... Да, это очень актуальная тема. Может быть, где-то в рюкзаке ее положил, потом надел, когда будет прохладно, можно ее пододеть. Ну, скажем так, очень легкая и, я думаю, довольно компактная. И при этом она очень теплая, очень хорошо дышит. Либо можно поддевочные курки. Также одевать дополнительно для очень низких температур. Можно на флис одеть дополнительно поддевку. Ни в коем случае нельзя одевать на флис любимый бабушкин свитер, который она вам подарила, да? Там, любимый спортивный костюм. Как только вы нарушите слоеность, вы будете замерзать. У вас сейчас первый слой термобиле отводит влагу на флис. Второй слой флис отводит уже, ну, на костюм, либо непосредственно на зимний костюм. Но как только вы используете любимый бабушке свитер, у вас влага в нем застрянет. Как только она у него застрянет, она остынет, и вы замерзнете. Ну, пока мы горячие, пока мы разгоряченные, да, это будет нормально. Будет... Мы не будем этого чувствовать. Время пройдет полчаса. Мы уже начнем ощущать, что мы начинаем подмерзать. А чуть позже мы еще больше замерзнем. И скажем, что у нас, скажем так, костюм зимний не работает. Нет, это не костюм не работает. Это неправильно. Мы подобрали одежду. Так, ну, сейчас у нас одежда подобрана правильно, и мы можем переходить уже непосредственно к зимнему костюму. Да. Так, вот я облачился уже в костюм. Чувствую, как мне тепло. И, что немаловажно, очень удобно. И покрой не стесняет движений. Руки-ноги на месте. Все вот эти вот замечательные такие примочки. Алексей, ну, вот в таком виде сколько я могу провести на льду? Без боязни. Целый день. В большинстве случаев этого хватает для наших условий. Для наших зимних условий на рыбалке. В лесу вы где-то хотите время провести. По катушке там, с детьми погулять, где-то там по горке, на снегоходе покататься. Этого вполне хватает. Какой бы производитель бы не написал бы пароизоляцию костюма, это то есть, как костюм будет дышать, он все равно будет довольно долго это делать. Когда мы пришли на льду с буром, с санками, с рюкзаком, пришли там за 5 километров до лунки, естественно, мы все в испарении. Костюм внутри, он покрывается тоже влагой, не успевает выпускать весь воздух, который есть. Можно сделать самый простой способ. Это его, пока мы разгоряченные, пока нам горячо, снять костюм, верхний слой. Верхнюю курточку сняли. Буквально на 5 минут на морозе это очень быстро все испаряется. Одели, и мы будем сухими. Это такой маленький-маленький лайфхак, скажем так. И самое главное при использовании костюмов, это читать аннотацию, как его правильно стирать. Потому что, к сожалению, неправильной стиркой можно убить абсолютно любую мембрану. Самое главное, это жидкие порошки. И самое главное, это их не отжимать. Так, ну что, осталось подобрать сапоги? Осталось у нас еще и носки. Про носки-то я совсем забыл. Термоноски. Термоноски. Вот вижу разные совершенно производители. Принцип у них работает один и тот же. Принцип у термоносков тоже один и тот же. Самое главное, отвод влаги, от тела. Самое... Почему термоноски работают? Каким образом? Вот видите, здесь петельки есть. Вот эти вот петельки, от длины петельки, от толщины петельки, от толщины этого ворса зависит от того, на какую температуру они рассчитаны. Естественно, нога в сапоге дышать не может. Ну, резина не может дышать априори. Она не дышит. Но, что делает термоносок? Мы люди живые, мы потеем, мы выделяем пот. И в термоносках пот отводится на внешний слой носка. То есть, после рыбалки, когда вы снимете все, вышли в машине, сняли сапог, вы почувствуете, что у вас сапог внутри влажный, потому что конденсирует все равно в любом варианте. И носок снаружи будет влажный. Но внутри там будет сухой. Но внутри кожа будет сухая. Поэтому термоносок обязательно надо одевать на босую ногу. Алексей, ну, вот сапоги, честно говоря, я ровно вот такими пользуюсь. Я знаю, что они очень теплые, да, за счет вот этого валенка. Вопрос у меня такой. Вот есть валенки, знаете, такие... Ох, сейчас я достану. Вот они такие не блестящие, а есть такие вот, как фольгой покрытые. Здесь тоже внутри есть фольга. А, то есть все то же самое, просто немножко подружу. Все то же самое, просто здесь еще нетканая ткань, здесь используется для защиты именно этого слоя, чтобы он более был стойкий, чтобы был более стойкий. А так здесь еще тоже внутри применяется также флис, утеплители дополнительные для того, чтобы ноге было комфортно и тепло, чтобы влагу отводило, ну, и выдерживало спокойно наши температуры. Какие-то различия есть у сапог, в зависимости, может быть, от производителя, от типа, там, я не знаю, может быть, как-то подошва отличается? Да, сейчас производители делают это чистый просто, полностью из ЭВА сделаны, подошва из ЭВА, сам сапог из ЭВА. ЭВА сама по себе, она очень теплая, потому что там есть поры воздуха, мне, и из-за этого тепло в них, тепло в них. Также сейчас новые сапоги есть, это у вас полиуретановой подошвой. То есть, глинище ЭВА, подошва полиуретана? Подошва полиуретана, плюс шипы сделан, для того, чтобы не скользить на льду. Полиуретан дает нам износостойкость, то есть, здесь хороший протектор, он хорошо цепляется за лед, и меньше протыкается. Рекомендую брать на два размера больше, чем вы носите, если, например, у вас 43-45. То есть, брать впритых не стоит? Нет, должно быть место, надо обязательно мерить с термоноском, либо рассчитывать на то, что, когда вы обычно на обычный носок одели, что у вас должно быть чуть-чуть свободное место именно под термоносок. Смотрите, мы добавили сюда еще, помимо сапог, естественно, рукавицы и шапку. Да. Как лучше подобрать вот такие аксессуары, как варежки и головной бар? Ну, это, естественно, должно быть индивидуально, потому что должно быть и удобно, и функционально. Выбор у нас варежек, перчаток у нас присутствует, и шапок тоже, и балаклав, это все присутствует. Поэтому подобрать можно на любую голову и на любую руку, ну, и кому как удобно. То есть, в любом случае будет тепло, а так дальше, кто шанку любит, кто какую-то обтягивающую там шапку, то есть, тут уже зависит от человека. Да, конечно. Ну, вот теперь, ребята, я готов к рыбалке, мне стало тепло. Самое главное, помните, три слоя термобелье, флиска, костюм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова